Всем живым существам присуща способность производить большее число потомков, чем их может выжить в реальных условиях. Самка аскориды производит 200 тысяч яиц в сутки. Серая крыса 5 пометов в год в среднем по 8 крысят. Несоответствие между численностью появляющихся в популяции особей и ресурсами среды неизбежно приводит к борьбе за существование. Выделяют три формы борьбы за существование. Внутривидовая, межвидовая и борьба с неблагоприятными условиями неорганической природы. Рассмотрим эти формы. Под борьбой за существование понимают не прямую схватку, а сложные многообразные отношения организмов внутри одного вида, между разными видами и с неорганической природой. Внутривидовая борьба является наиболее напряженной и возникает вследствие конкуренции зажизненные ресурсы, между особями одного вида. Внутривидовая борьба обостряется при повышении плотности популяции. Например, состязание между одновозрастными деревьями хвойного леса. Самые высокие деревья своими широко раскинувшимися кронами перехватывают основную массу солнечных лучей, а их мощные корневые системы поглощают из почвы растворенные минеральные вещества в ущерб более слабым соседям. Межвидовая борьба – это отношение между организмами разных видов. Она может проявляться в форме соревнования за одни и те же природные ресурсы или отношения хищника и жертвы. Например, взаимоотношения между черной и серой крысой, борющихся за место в поселениях человека. Серая крыса, более сильная и агрессивная, со временем вытеснила черную, которая в настоящей время встречается лишь в лесных районах. Другой пример – взаимоотношения волка и оленя, где волк выступает в роли хищника, а олень в роли жертвы. Результатом таких отношений являются согласованные эволюционные изменения и хищника, и жертвы. У хищника появляются изощренные средства нападения, например, клыки. У жертвы – средства защиты, например, скорость, наличие рогов и копыт. Борьба с неблагоприятными условиями неорганического мира оказывает значительное влияние на эволюцию организмов. Изменение строения некоторых растений, например, кактусов, ясно указывает на связь этих процессов с жизнью в суровых засушливых условиях пустыни. Условия неорганического мира оказывают значительное влияние на эволюцию организмов не только сами по себе, их влияние может усиливать или ослаблять внутри и межвидовые отношения. Следствием борьбы за существование является естественный отбор. Естественный отбор – это преимущественное выживание и размножение особей, наиболее приспособленных к данным условиям. Удаляя наименее приспособленных особей, отбор изменяет генофонд популяций и способствует таким образом возникновению новых форм. Следовательно, естественный отбор – это движущая сила эволюции. Итог. Борьба за существование – это сложные отношения между организмами и неорганической природой. Выделяют три формы борьбы за существование – внутривидовая, межвидовая и борьба с неорганической природой. Борьба за существование приводит к естественному отбору. Естественный отбор – это выживание и размножение особей, наиболее приспособленных к данным условиям. Естественный отбор – движущая сила эволюции.